Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем главу Шафтим. Вы знаете, Бог на небе не просит у нас добрых дел, приношений. Он справится и без нас. А чего же Он хочет? Чтобы мы жили так, как Он повелел. Чтобы мы жили так, как Он нам сказал, как правильно, а не так, как нам удобно. Важно исполнять желания Бога. И тогда-то, вот с помощью добрых дел, с помощью саморазвития, все это обретает смысл в этом мире. Это 120-летняя жизнь, которую мы должны набрать, если хотите, побольше бонусных очков. Мы должны еще и немножко увидеть этот мир, почувствовать его. Наша недельная глава рассказывает о городах-убежищах, которые существовали, куда мог убежать преступник до суда. Это верно как географически, так и в духовном смысле. На каждом этапе своей жизни, особенно когда ты пытаешься двигаться в религиозном плане, у человека возможны срывы, для которых обязательно должно быть убежище. И искупление, если хотите. Даже если человек никогда не нарушает волю Бога, если такие вообще на земле есть, он все равно не выполняет всего, что в его силах, чтобы еще больше приблизиться к Богу. В этом и есть назначение нашего месяца Иллу. Это время самоанализа, когда каждый должен спросить у себя, достиг ли он всего, что мог достичь. Не считайте, что вы сделали. Считайте то, что вы могли бы сделать. Это на небе именно так и будут считать. А если нет, то мы должны раскаяться и стремиться к тому, чтобы больше реализовать себя в будущем. Вот и все, что требуется от нас в этом месяце. Бизнесмен, посвятившись 10 минут духовности, он как бы в эти 10 минут проводит в шатрах наверху. Все должны превратить Иллу в период самоанализа и духовного убежища. Еще очень важная тема поднимается в недельной главе. Это наши взаимоотношения к окружающим. Очень важные наши отношения с близкими, к детям. Детям это вообще очень интересный вопрос. Почему все хотят детей? Потому что дети, условно говоря, полезны. Они могут помочь нести тяжелые вещи, развлекают в дороге, скрашивают одинокую старость. Или потому что дети это искра Бога, бесценный дар с небес, частица будущего мира. Вы можете заметить, что людям по-прежнему нужна компания. Они страдают от одиночества, как сотни лет назад. Но человек может завести собаку. Это проще. Собаки, они меньше времени просят, чем дети. И теперь вместо того, чтобы приходить домой полный требующих назойливых внимания, выматывающих каких-то детей, человек спешит к вядающему хвостом псу, который еще газетку ему принесет. Зачем тогда заводить детей? Это позиция ИСАВА. Это позиция, которая популярна иногда в современном обществе. Но нам, вот Яков, про отец Яков, рассказал совсем другое. Он понимает, что предназначение детей не в наслаждении этим миром, и не в том, чтобы они облегчили нам повседневную рутину. Каждый ребенок несет в себе духовную миссию. В каждом ребенке уникальная божественная искра, которая доверена нам, чтобы мы о ней заботились и направляли. К каждому из нас, родителей, дана уникальная возможность исполнить волю Бога и подготовить ребенка, чтобы он удостоился будущего мира. А то, что у нас по дороге что-то нервирует, раздражает или еще что-нибудь, ну это наши личные проблемы. Быстракой знаменитой... Я много раз рассказывал эту историю, но всегда ее рассказывают в месяце Иллу. Знаменитый мудрец Раф Эпштейнс. Он дружил с королем Пруссии, и король Пруссии ценил его мудрость. И вот однажды они поспорили о возможностях человеческого разума. Нашелся кто-то, его помощник короля, который сказал, что он может изменить человеческую природу. Попросил время на подготовку. И вот назначенный день, во дворце праздник, в банкет зашел очень необычный кот. Он на задних лапах в ливреи нес еду на подносе. При этом он делал поклоны, как человек. Все были в восторге. Тогда мудрец открыл коробочку, вытащил мышку, которая прыгнула под стол. Официант бросил поднос и на всех четырех лапах погнался за ней. Так лакей моментально стал снова кошкой. Что нам хотят сказать в этой истории, почему она рассказывается именно в месяце Иллу? Работая над собой, очень важно стараться изменить в себе, внутри, как бы вот что-то по-настоящему, а не просто как бы внешне. Надо задеть свои корни, поговорить с собой. Для этого необходимо хорошо изучать себя. Мы часто воображаем себе, что мы такими, какими являемся. И так может продолжаться как-то очень долго, можем касаться такими или такими себе, пока не покажется какая-то мышка, да, и не станет ясно, что внутри мы еще остаемся котом. Доброго, удачного, благословенного вам месяца Иллу. И запомнить надо одну вещь. Чем выше наши духовные цели, которые мы поставим перед собой, тем больше помощи с неба мы можем получить. Брахава и Ацлахам.